Печенье с кукурузной муки Печенье с кукурузной муки В первую очередь следует натереть сыр, ведь в книге он упоминается сразу измельченным. Теперь ставим разогреваться духовку до 190 градусов и приступаем к приготовлению теста. Для этого в большой миске смешайте муку, кукурузную муку, разрыхлитель и соль. Затем добавьте масло и перетрите его с мучной смесью до получения крошки. Теперь добавьте измельченный сыр и хорошенько перемешайте. Постепенно начинайте добавлять пахту или кефир до тех пор, пока смесь не будет казаться смоченной. Тесто готово! Теперь выкладываем его на выстеланный пергаментной бумагой противень на некотором расстоянии друг от друга, так как во время запекания печенье увеличится в размере. Я решил делать это небрежно, не формируя из теста аккуратные комочки, чтобы было похоже на изображение из книги. Когда противень будет готов, отправляем его в духовку на 25-30 минут, пока печенье слегка не подрумянится. Вот такое оно, молгорское печенье из кукурузной муки. Оно очень вкусное, с легким сырным привкусом, не сладкое, что очень хорошо подойдет к сладкому чаю. А для чая нужно что? Верно, кружки. Итоги конкурса. Мы очень долго выбирали победителей. Это было действительно очень сложно. Но в итоге мы пришли к единому мнению и выбрали лучших из каждой фракции. Целый праздничный стол, буквально ломящийся от яств и молот рока, принесли Наталье Ефремовой звание лучшей среди Орды. И в качестве награды она получает эту замечательную официальную кружку Blizzard с логотипом Орды. Среди участников Альянса у нас вышел настоящий турнир, победителем из которого вышла Лена Шолохова с ее аппетитной фотографией закуски из конюка по официальной поваренной книге, за что она получает кружку с логотипом своей фракции. Но это еще не все. По желанию Panda Blitz Shop были выбраны еще три участника, которые получат поощрительные призы. Ими стали Маргарита Хорошкова с ее восхитительной рыбной похлебкой Могу по канону поданной в тыкве, аппетитный десертный сет от Марии Бганцевой и атмосферная фотография аппетитных кексов от Златы Соколовой. Благодарю всех участников конкурса, было очень приятно видеть вашу активность, продолжайте выкладывать ваши работы. Это очень мотивирует продолжать это делать и нас. И конечно же поздравляю всех победителей. И как всегда, готовьте, ешьте, играйте. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok